Здравствуйте! Нам дана функция f равно х-1 в квадрате и минус 2. Область определения в данном случае ограничена. х должен быть меньше или равен 1. Следовательно, у нас есть только левая часть параболы. Вот она изображена на рисунке. Как видите, нам дана неполная парабола. Вот почему найти функцию, обратную данной, будет несколько сложнее. Но мы трудностей не боимся, так что давайте найдем обратную функцию. И начнем мы с того, что вместо f запишем у. Итак, у равен f , а значит у равен х-1 в квадрате и минус 2. И мы знаем, что это верно для всех значений х, которые меньше или равны 1. Сейчас у выражен через х. Чтобы определить функцию, обратную данной, нам нужно из этого равенства выразить х через у, то есть найти х. Мы должны ограничить значение у. Если мы посмотрим на график этой функции, то очевидно, что у принимает значения, больше или равное минус 2. Давайте здесь в скобках так и запишем. у больше или равен минус 2. Вот это у нас область значений данной функции, то есть все значения, которые может принимать у. Итак, давайте найдем х. Все, что нам нужно, это найти функцию, обратную данной, и убедиться в том, что она подходит по области определения и области значений. Давайте прибавим к обеим частям выражения 2. У нас получится у плюс 2 равно х минус 1 в квадрате. Правильно, ведь минус 2 плюс 2 равно 0. А теперь мы вернемся к ограничению значений у, поскольку сейчас неясно, какие значения х и у нам необходимы. Итак, я запишу здесь для у большего или равного минус 2. Также в скобках мы можем записать, что х меньше или равен 1. Мы еще не полностью выяснили, какие значения х и у нам нужны, так что пусть эти два условия побудут здесь. Что у нас здесь получается? Чтобы найти х, нужно извлечь корень квадратный из обеих частей равенства. Посмотрим на правую часть. Здесь у нас получится х минус 1. Именно для этого мы извлекали корень квадратный. Мы так и хотели, чтобы здесь у нас было простое выражение х минус 1. А теперь вопрос. х минус 1 – это положительное или отрицательное число? Обратите внимание, здесь у нас ограничение значений х. х должен быть меньше или равен 1. Следовательно, в данном случае мы имеем дело только с теми значениями х, которые меньше или равны 1. А значит, вот это выражение будет отрицательным. Таким образом, мы должны взять отрицательный корень. Давайте здесь разберемся. Если, допустим, я возьму число минус 3, то минус 3 в квадрате равно 9. Давайте извлечем корень квадратный из обеих частей этого равенства. Цель этого извлечения – вернуться к минус 3. Значит, если мы возьмем положительный корень квадратный, то у нас получится 3 равно 3. Но нам нужно вернуться к минус 3. Нам нужно получить отрицательный квадратный корень. Теперь вернемся к нашей функции. Здесь у нас выражение отрицательное, следовательно, мы должны вернуться к этому выражению, то есть к х-1. Итак, нам надо извлечь отрицательный квадратный корень из обеих частей равенства. Каждый квадрат имеет два корня – положительный и отрицательный, но в данном случае нам нужен отрицательный корень, так как вот это выражение, вот здесь, у нас отрицательное. Итак, давайте извлечем отрицательный корень квадратный из обеих частей равенства. Мы получим отрицательный корень квадратный из у плюс 2 равно… А здесь я сделаю дополнительный шаг, чтобы вы все поняли, и запишу. Равно отрицательному корню квадратному из в квадрате для у больше или равного минус 2, и х меньше или равного 1. Вот почему мы извлекали отрицательный корень квадратный. Далее мы переписываем левую часть без изменений. Отрицательный корень квадратный из у плюс 2, а в правой части вместо отрицательного корня квадратного из в квадрате мы записываем просто . Выражение в квадрате имеет какое-то положительное значение. Отрицательный корень квадратный из этого выражения является отрицательным числом, которое нужно возвести в квадрат. Здесь получится просто . Надеюсь, я вас не сильно запутала. Из этого квадрата нам надо получить отрицательное, а не положительное значение, поэтому мы записываем х-1, поскольку значение этого выражения отрицательное. А здесь мы должны дописать для у большего или равного минус 2. Итак, нам надо найти х, а значит, давайте прибавим 1 к обеим частям равенства. Если мы прибавим 1 к обеим частям, то у нас получится отрицательный корень квадратный из у плюс 2 и плюс 1 равен х для у большего или равного минус 2. Давайте теперь это запишем в стандартном виде. х равен отрицательному корню квадратному из у плюс 2 и плюс 1 для у большего или равного минус 2. И если мы хотим записать это как обратную функцию, f в минус первой степени от у, то f в минус первой степени от у равно ху, а значит, f в минус первой степени от у равно отрицательному корню квадратному из у плюс 2 и плюс 1 для у большего или равного минус 2. Ну, а если нам надо записать это через х, то есть переименовать f в минус первой степени от у в f в минус первой степени от х, то нам нужно все у поменять на х. Следовательно, f в минус первой степени от х равно отрицательному корню квадратному из х плюс 2 и плюс 1 для х, большего или равного минус 2. Теперь давайте нарисуем график обратной функции. Итак, если х равен минус 2, то у равен 1. Давайте отметим точку на графике. Вот она, точка с координатами минус 2, 1. Если мы возьмем х, равный минус 1, то здесь у будет равен 0. Значит, отмечаем точку минус 1, 0. Предположим, х равен 2. Тогда 2 плюс 2 равно 4, а корень из 4 равен 2. Следовательно, минус 2 плюс 1 равно минус 1. Итак, вот точка с координатами 2, минус 1. Значит, график обратной функции будет выглядеть, ну, как-то так. И как видите, этот график – точное отображение нашей функции f относительно прямой у равен ху. То есть мы как бы поменяли х и у местами. Таким образом, мы разобрали сложный пример с ограничением области определения. Сложность здесь была в том, чтобы выяснить, какой корень квадратный нам необходим, положительный или отрицательный. Так как в нашем случае выражение под корнем должно было быть отрицательным, то мы извлекали отрицательный корень из обеих частей равенства. Надеюсь, вы во всем разобрались. До скорой встречи!